всем привет меня зовут саида и вы на моем канале сегодня моё видео будет о покупках вы их видите перед собой сейчас давайте начнем с такого набора крючков он пришел мне сегодня по почте скупила я его с рук вот таком вот вроде типа кожаный но это не кожан под кожу чекольчик вообще он не поцарапанный короче хорошем состоянии крючки тоже вот эти обертки закладки в которые вкладываются крючки и кармашки тоже классном состоянии и вот такие мелкие крючки от 060 от 060 до 190 и здесь крючки 2 2 с половиной 3 3 с половиной 4 4 5 5 6 и 6 с половиной вот у меня есть конечно крючки пластмассовой ручкой как бы металлические крючки но ручку них пластмассовая и на них на этих ручках написан номер крючка но когда пользуетесь эти крючка почему-то надписи стираются полностью и уже не не узнаете это тройка ли четверка ли четыре с половиной особенно люди как я начинающим только работать с крючком трудно определиться но надо купить линейку и измерять можно просто линейкой но все-таки удобнее когда ты берешь руки сразу же написано что за номер на этих металлических все таки мне кажется это не сотрется вот такой вот у меня комплектик я очень рада сегодня у меня вот такой классный классное приобретение пришло ко мне далее купила вот такой вот моток пряжи мы были с подружкой в магазине пряжи в городе у нас открыт принципе недавно ну год где-то и вот такой моток я не могла уйти оттуда ничего не купив то и на пряжи то есть инструменты меня тоже интересует но не так сильно как пряжа вот вот такие оттенки будут на свитере моей дочери из этого я собираюсь ей вязать свитерок аделко не обращайте внимание на посторонний звук это аделко там бесится вот значит может быть эту на эту зиму который придет или через зиму посмотрим картопу матрешка 200 граммовый моток в котором 820 метров далее написано что спицы три с половиной четыре крючок два с половиной три цвет х 2136 лот к 486 состав 75 акрил 15 шерсть 10 линкун вот честно говоря я даже еще не посмотрела что это за линкун потому что я не без понятия что это такое но вообще не знаю посмотрю сегодня в интернете что это за чудо такое так и купила я такие два журнала то есть покупки я совершала в разные дни на не все в один день купила я новые новые номера сандра спешил номер пять спицами летние я тут беру чтобы было больше места на рассматривание журнала мы с вами сейчас просто по-быстрому пролистаем журнальчик я схемы ничего кого если заинтересует какая-то схема то могу потом просто можете вот так показать как каком-то отдельном видео если будут запросов побольше то я просто покажу вот мне очень нравится ажурные но это на лето слишком жарко даже если это из хлопка но все-таки можно на конец весны начало осени или прохладные летние дни не всегда же жарко бывает особенно в чехии она как бы течение дня очень жарко например но если кто-то рано утром выходит на работу или возвращается поздно вечером то бывает так себе не сказать что слишком жарко вот вот такая вот красота очень люблю такие вещи удлиненные особенно вот видите комплект хорошо составлен и бусы как раз это мне тоже понравилось но я бы предпочла в другой цветовой гамме но тоже неплохая вещичка такая летняя яркая с настроением вот здесь смотрите какой интересный перекрут в области груди вот такая вот яска это все спицами потому что я пока если не освоюсь не буду уверенна в своих силах вязание крючком то конечно же не буду покупать столько журналов о вязании крючком только пока вот спицами также рассматривайте журнал можно видеть какие актуальные цветовые гаммы будут в этом в летом это немецкие журналы перевод на чешский вот разные разные узоры в одном свитере вот это веселая вещичка мне очень понравилось классненько такая простая переход всяких цветов на чередование цветов некоторые несколько полос где только накиды накиды и 2 вместе лицевая да но зато прикольно смотрится за счет цветов вот это мне очень понравилось смотрите вверх сзади красиво открыта спина рисунок такой очень такой рельефный смотрите получать как будто какой-то динозаврик спина динозаврика за так сбоку смотреть такая вся шелуши шелуши как будто были чешуя какая-то вот такой свитерок очень мне нравится чтобы вверх был красиво закрыт да молодец красиво закрыт и можно было бы ажур вывязать но кстати тенденция идет на рукава с широким низом так продолжаем я буду иногда отвлекаться и потому что ребенок все таки с ребенком сложно вот такая вот кофточка кардиганчик летний мне нравится вот эти переплетения такие интересные вырез красиво оформлен так и видите и нижняя нижняя ажур понизу красивый волнистый так что вот этот свитер мне очень понравился и ой я бы его повторила прямо в этих же цветах серьезно здесь написано правда что это как сказать туркисовый цвет забыла по-русски название туркисовый бирюзовый цвет да бирюзовый цвет но он как-то выглядит на фотке все-таки больше как голубой небесно-голубой но мне нравится да красиво дала мне нравится оформление горловины очень красивый вырез не слишком глубокий но нормально такой и видите вот эта коса она идет идет и потом раздваивается и цвета переходы цветов классно и что еще на рукавах есть вот такие жгуты переплетению классная вещь и смотрите она как смотрится вместе с джинсами хорошо вот далее вот эта вещь мне тоже очень понравилась но мне нравится почти все что ажурное но вязать в 8 видите какие рукава прям аж удлиненные чересчур и в как будто колокольчик да вот здесь узко а потом расширение идут и это у многих моделей новых журналов в новых журналах так что видно это будет такая тенденция у нас солнышко вышло так что иногда будет слишком светло и вот такая вот кофточка мне тоже очень очень понравилась я обожаю рукава три четверти люблю чтобы все тело дышало даже вот в вязаных весях вот весной осенью и нравится что по низу такая резинка не слишком низкая не слишком узкая резинка вот эта схема той маечки где были цветочки вывязаны вот именно что это не выше не выше это именно вывязаны цветы как всегда куда же без таких зигзагообразных узоров они везде всегда просто в каждый сезон они в разных цветовых каммах скомбинированы и рукав мне нравится что он нормальный классический никаких расширений к низу все нормально вот это классная вещь тоже хотелось вязать себе такое и горловина красиво вывязана довольно таки открытый как лодочка на как будто бы такой глубокая лодочка далее вот такая вот такой образ такой образ смотрите в этом жакете на запах четыре вида пряжи были было использовано и просто белый показывать если сложно будет но мне нравится вот эти рукава смотрите это моя любимая вязка когда один накид 2 вместе лицевой один накид 2 вместе лицевой и когда вы вяжете по кругу у вас получается почему-то смещение у меня я два топика таких связала один себе один оделки и сейчас вязала вязала один топ для племяшки покажу его в видео о готовых работах через пару дней конца месяца покажу и вот у меня тоже я обожаю вот этот рисунок вроде ажурный правильно легко вяжется и не нужно следить за схемой когда по-быстрому лучше с маленьким ребенком как говорится в доме то сложно следить за схемой и вывязывать ажуры рукав слегка удлиненный такой но мне очень понравился понравился идея вывязывание таких рукавов далее черный тоже трудно показывать на камеру это такой светорочек вечерник вечерним платьем видите он это не платье это видно светорок надеюсь что будет видно меня засвечивает из-за солнца вот ажурными рукавами здесь классно подобран целый образ элегантно все такое чуть-чуть даже как сказать в таком стиле готы как готы вот у них повязка черная кулончик платье черное вечернее можно связать себе это но не в черный я в черной пряжи не хочу вязать потому что знаю что это сажает зрение очень не для каждого вязать черным цветом далее вот такая вот кофточка она с капюшоном сзади тоже классная люблю удлиненные кофты или жакеты или без рукавочки тоже прикольная вещичка видите комбинация раз два три вида ажура здесь вывязано и еще вот такая штучка с ажуренными ромбами какими-то или такие как ромбы удлиненные в них переплетение если вы видите аделка вот рукава симпатичненькие но каждая вещь мне нравится но вязать конечно все подряд из журнала это сложенько по времени не выходит и вот такая вот стиль хиппи так здесь и написано стиль хиппи и вот эти цветочки вышитые и вот эти вставочки связанные крючком вот а здесь ажур на вот эти рукава рукава видите какие интересные такие тоже три четверти вот так вот этот журнал мы с вами просмотрели рассмотрели вроде бы и второй но второй журнал номер 66 сандра спортивный стиль в желтом и в голубом стильные такие кофточки можно связать себе с капюшоном так ну что начнем здесь мне модели понравились больше в этом журнале и даже я кое-что точно из этого буду вязать пряжа месяца Виолинен фирмы Остерман вот такая пряжа месяца и из нее показаны образцы связанные из нее так также от Диана здесь есть такая реклама на журнал Диана посвященный носочкам для маленьких детишек пинетки носочки я его видела этот журнал был уже в продаже когда я покупала вот эти но маленьких у меня совсем уже нет а вязать просто так я носки никогда не вязала пинетки тем более и как-то меня это не притягивает я больше люблю связать что-то одевать такое в смысле плечевое изделие или платье или юбку или кофту топ так что начнем вот такой вот зеленый свитер комбинация цветов интересная такой лиловый слегка лиловый зеленый свитерок с такими интересными рукавами ажурными вот это сочетание цветов очень прикольное здесь просто три или четыре цвета три раза зеленые такое пастельный цвет и слегка розовый это не белый это такой слегка слегка как бы розоватый цвет прикольно смотрится такую кофту бы я себе тоже хотела вот именно с такими полосками цветными далее это вроде кажется что просто все опять же рукава расширены книзу и вот смотрите там такой легкий ажур связан по целому туловищу да вроде кажется все легко но все-таки ажур тут тоже присутствует вот эта кофточка прикольная она такая с баской вроде бы да и рукав не длинный можно его правда удлинить тем что открыть да и вот такая вот вязка тут тоже зеленый он не зеленый он мятный цвет мятный цвет с ажурными вставками такими небольшими но по низу здесь вот такой вот ажур я уже пересмотрела эти журналы по два раза по второму сейчас у меня третью по третьему кругу еду вот этот же свитерочек или джемпер очень прикольно смотрите как выполнена кокетка и вот спущенные какие-то как я поняла это спущенные петли и получается такая интересная шахматка очень прикольно вы хотела бы попробовать такую технику вдруг получится и вот этот цвет ну это вообще такой пудровый розовый жакет с разрезами по краям с кармашками с ажурными ажурными рукавами для поздней весны и ранней осени самое то действительно если одеть вот так какую-то кофту брюки или юбку и сверху так видите этот жакет без пуговиц просто как накидка но цвет прикольный очень красивый вот эта вещь мне ну очень полюбилась ну я вообще от нее балдею я знаю даже почему потому что мне нравятся вот такие вырезы горловин смотрите и из-за того что там такая лента вставлена смотрите и пряжа конечно же классно здесь уже начинается как бы сказать глава или раздел где изделий которых связаны с вискозой шелком здесь написано с вискозой шелком и металлическими эффектами вступает в вязаную моду вступает блеск так что вот вот эта кофта мне очень понравилась ну очень я ее все-таки буду вязать себе просто конечно надо подобрать соответствующую пряжу потому что она вот именно видно что она блестит но не так что с добавлением люрекса а вот именно сама пряжа такая как бы сияет как будто бы это вы на себя одели что-то из золота какой-то кольчугу и бывают такие вот металлические кольчуги они прямо на солнце со всех сторон блестят вот я уверена что материал очень приятный к телу будет все-таки там шелк да и смотрите какая вязка вроде не сложная вязка самый эффект заключается в горловине и вот этой подходящей по цвету атласной ленте так эту кофту я точно хочу себе вязать если не в этом году не в этот сезон но на следующий сезон точно хочу себе связать вот далее это тоже неплохая кофточка но слишком много там разного ажура у меня два вида здесь или три в конце концов три тоже из этой же пряжи в смысле в такой вот именно блестящий пряж если вы видите если я не знаю вот видите она как-то вот вся пряжа сияет прям ну я думаю что вязающиеся с опытом они знают о какой пряжи я говорю конкретно в смысле не конкретно от какой фирмы а именно стиль пряжи вид пряжи вот эти все модели они будут из такой вот блестящей пряжи вот это тоже классно но мне больше понравилось вот это платье вот это платье просто шикарное как по цвету так и узором мне понравились что я хочу сделать так как у меня есть вот это фиолетово-розово-сиренево-меланжевое пряжа не меланжевая а секционка я хочу вязать себе из нее платье летнее все еще никак не не определилась а вот когда я увидела это платье в журнале в магазин когда рассматривала прежде чем купить я всегда рассматриваю журнал стоит ли его покупать или нет и я влюбилась в это платье но конечно на каждый день ходить вот так чтобы у тебя видно было нижнее белье ну я не могу так ходить я может быть куда-то на пляж да пожалуйста но в город нормально в автобусе ездить с ребенком и чтобы тебя вот видеть все таки как-никак все равно просвечивает здесь я хочу связать вот такой подол этого платья чтобы было вот так сеточка вот такая потом чтобы был вот этот кусок с ромбиками ажурными а отсюда уже просто вязать лицевую гладь потом опять кусок вот этого связать ажура и опять лицевую гладь вот до сих пор а потом можно уже опять вот эту сеточку пустить вот здесь на кокетку и закончить вот таким горлом мне нравятся такие горлышки на платьишках а рукава вязать или не вязать я еще не знаю потому что все таки с длинным рукавом каким бы он не был дырчатый все таки летом не выйдешь на улицу в нем а если я сделаю только вот как видится рафана или все таки с коротеньким рукавчиком так как то вот так то можно его будет одевать это платье и летом у меня есть полухлопска будет платье но в сиреневых оценках не из этой блестящей пряжи просто обычная пряжа но я хочу отсюда взять идею далее зигзаги с ажурами вот мне понравились даже вот эти брюки какие то смотрите брюки какие и юбка классно такой бы юбка тоже хотела так далее вот это платье очень понравилось ну очень понравилось и оно тоже как вы видите нижний белье просвечивается это тоже но для вечернего варианта на случай что куда-то идти в ресторан вечером на какие-то свадьбы дни рождения то что проходит вечером весну осень даже зимой можно одеть ее под хорошую теплую одежду вот такое платье я бы тоже хотела себе связать но уже с длинным рукавом чтобы это было такое универсальное не только на лето ну и конечно не из теплой пряжи а вот ну и полухлопок может быть свискозы шелком здесь двойка представлена топ связан просто изнаночной гладью и такой вот жакетик за просто такая накидка она без буквиц без замочка без молнии просто накидка тоже смотрите расширенные рукава здесь какие-то как балахон но смотрится прикольно в общем но я для себя бы такое не хотела далее вот этот красивый свитерок очень люблю лодочку тоже видите опять же тенденция к тому что просто расширенные рукава они красиво смотрятся элегантно вроде женственно но они непрактичные у меня есть один свитер покупной с такими вот рукавами но он очень непрактичный когда хочешь что-то делать например в кухне вдруг да то надо закатать рукава когда вы сидите где-то обедаете он мешается он сметает если вы нечаянно там по столу рукой помахаете над столом нечаянно что-то захотите взять он сметет вам все что у него стоит на пути красивый рукав так на прогулочку да такие свитера но не практичные в использовании в повседневной жизни я всегда нервничаю всегда закатываете рукава потому что ну совсем широко вот этот свитерок смотрите это снимающийся снуд это просто для украшения но он снимается он не относится прямо к свитеру джемперку но мне понравилось сочетание цветов мне не очень понравилось но мне понравилась опять же идея вот этих рукавчиков видите опять та же идея что у нас была был в другом номере журнала который мы сейчас рассматривали где накиды две вместе лицевой потом две лицевые то есть одна лицевая вторая лицевая потом опять накид две вместе лицевой этим узором точно этим узором я вязала Аделке юбочку ажурную в прошлое лето если вы смотрели мои видео то вы наверное помните в сиренево розово белых тонах это точно я вообще поняла что я оказывается в тренде раз я вижу этот узор а он уже второй раз встречается у нас в этом журнале был сейчас в этом журнале так что я в тренде мой рисунок самый любимый он в тренде Адела Адела там такие шумы делает я очень извиняюсь но по-другому никак так я хочу снимать пока солнечно пока светло при дневном освещении Аделка же не спит у нас на днем приходится снимать вот в таком шуме а ночью если снимать то качество изображения уже не то так далее такой светорочек как бы с такими дырочками по центру с ажурами на рукавах ну это не мое как бы себе я вообще белый цвет почему-то не очень люблю носить слишком только чтобы был чисто белый но и это не мой стиль как бы вот такая вот кофточка интересная здесь нет или есть этот капюшон так я не поняла по-моему есть капюшон сзади судя по тому как он тянется туда в зад отсюда знаешь здесь там капюшон мне нравится что мне нравится высокие резинки очень люблю приталенные высокие резинки и шнуровка прикольная что в смысле дышит тело так что и цвета хорошо подобраны по такому летнему настроению вот вот самое летнее настроение смотрите какой красивый цитрусовый желтый написано что цитрусовый желтый капюшончик там сзади как вы поняли такой спортивный стиль молния не до конца только вот отсюда и так и очень красивый ажур очень красивый переплетение и вот эти кусочки с дырочками ну очень классно вообще можно связать себе такой с таким узором какой джимпирог очень красивый и в желтом цвете это вообще супер помба далее такой элегантный вроде простой свитерог джимпирог на рубашечку хорошо смотрится с рубашечкой и цвета такие которые подойдут ко всему в принципе к черным брюкам к белым брюкам к джинсам как видите к желтым брюкам классно подходит вот так что такой свитерог можно было бы связать даже в этих же оттенках мне подходят все оттенки синего голубого деним то есть мне подходят все вот эти оценки и так что можно потренироваться далее такой свитерог который просто простой 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 но самый прикол у него в этом смайлике который вышит камушками далее вот такой бохо стиль это да разноцветность в МСТО разноцветность в бохо стиле смотрите бохо стиль конкретный где где вот где бохо стиль а что ты хочешь пинг не надо пинг крючки не для тебя Аделла уйди и вот такой красивый видите опять зигзаги цветные расширенный рукав книзу но переходы цветов очень классные мне нравится весело по-женственному очень классно женственно смотрится все это мне нравится и шляпку сюда тоже очень подходит очень люблю вот эти переходы они классные Аделла не трогай меня за руку возьми только не сломай такой вот я потеряла мысль такая вот кофта тоже видите похожи все переходы цветов вот такой рисунок там переплетения такие ну не переплетения а перемычки перемычки в лицевой глади короче просто это очень просто вяжется лицевая полоска между ними одна или две изнаночные потом в каждой лицевой полоске в шахматном порядке делайте перемычки за счет перехода цветов за счет того что это полосатое изделие то смотрится классно вот видите такие же оттенки почти что оранжевые сиреневые серые то же самое здесь ну здесь не серый а здесь такой светло-светло-сиреневый вот этот свитер мне очень понравился он вроде несложный у него рукава расширенные даже с разрезом рукав видите разрез в рукавах цвет благодаря цвету что он связывает с какой-то качественной пряжей свитер смотрится просто супер очень красиво мне оранжевый цвет не очень подходит но в другом цвете можно выполнить такое изделие и будет супер так опять же брюки с бута это азербайджанский турецкий национальный знак бута прикольно что он уже второй раз встречается в этом журнале далее такой вот это что это кофта на пуговицах опять же цвета как вы видите оранжево сиреневый розовый очень часто у них можно встретить и в том году изделие журналы которые покупала о вязании тоже были почти в этих же оттенках оранжевые какие-то вот такие коралловые цвета у них очень пользуются большой популярностью в летних изделиях я то потом и делаю не шагай на то вот смотрите такой кардиганчик с коротким рукавом я видимо я видим так видите зигзаги дырочки прикольные вот такой можно тоже себе связать на лето далее вот это свитер просто супер уже последний свитер мы с вами заканчивать будем видео положи а потом и сделаю цвет здесь красный с кораллом смешаны и они вместе делают такую красивую вам положи уйди отсюда это все положь на стол это положь на стол я видим положь на стол река и опять мысль потеряла ну что такое благодаря этому цвету свитер смотрится просто потрясающе очень мне понравилось я обожаю все оттенки красного здесь написано что коралловый смешан нитка одна коралловая другая кардинальная кардинальская да смысл слова кардиналы кардинал красная кардиналовая ну действительно просто просто очень красивый цвет смотрите он смотрится по-разному смотря как вы повернете эту страницу очень красиво смотрится богато насыщенно ярко он когда каждый день можно его одевать так и вот именно при каких-то особых случаях какие-то особые случаи вот такой свитер с такими же переплетениями в этом же цвете я хочу и для себя вроде бы все потом идут уже описание схемы схемы рисунков и выкройки вот так что вот эту кофту я точно хочу себе вязать и вот это платье и другое платье но более скромный вариант я люблю чтобы было скромно потому что все-таки нам уже то есть мне уже не 15 17 лет чтобы одеваться непонятно вот это платье тоже классное все заканчиваем сегодняшнее видео следующий номер будет какой-то вот я смотрела а вот смотрите следующий номер сандры номер 67 там будут представлены вот такие модели красота красота мне понравилось вот это платье и скорее всего я куплю этот номер журнала он будет в продаже в конце марта вот из-за этого платья я бы хотела купить этот журнал но еще мне понравился вот этот жакет яркий я люблю яркие вещи чтобы оригинальный тоже смотрелся и вот смотрите какая классная вещь будет там представлено но это только какая-то часть тех изделий которые будут там описаны все спасибо всем за просмотр за ваши комментарии лайки зайки зайки нет лайки и в конце месяца я обязательно буду снимать видео о моих готовых работах я сейчас стараюсь докончить то что у меня вроде бы закончено но не закончено чтобы было что вам показывать что-то интересненькое и конечно начну показывать свои процессы что я собираюсь вязать в следующем месяце все всем спасибо хорошего дня и пока-пока пока